шанти шанти рэф glacier 3м вот там лежит рядом ну да на плево ничего с дугами что ли собрал ну ладно хрень с ним значит собрал с дугом и вот mavericks 2 алексиковский вот glacier в принципе сравнимы значит mavericks у нас 230 на 135 что ли или на 140 glacier у нас 210 так что здравствуй тереться головой ногами о стенки на 165 плов не планирует дело длиннее палатки в ближайшем обозревом будущем разговаривать не будет палатки в принципе относится к одному классу горных палаток или так заявленных горных якобы горных скажем так с вопросами с некоторыми у глайсера есть свои прикольные детали алексика просто хорошо и здорово сделано но соответственно я остановился все-таки на алексике потому что 230 сантиметров простите не компенсируется ничем даже золотыми пряжками упаковка сделаны как мешок этот сам правильное решение есть ручка для переноски с одной стороны тут не за что хватануться опять же почему-то red fox 10 лет назад додумался делать вот маленький кармашек но это не смертельно ok давайте посмотрим инструкцию по установке вставить дуги зафиксировать дуги накрыть крышкой растянуть в общем все понятно изнутри это не проклеено прошито что опять же для палаток по большей части достаточно для водных туристов конечно если бы это было прям сразу гермы было бы хорошо но опять же скорее всего она порвалась бы в процессе дальше ремнобору сплаву явно сделан лучше симпатичнее он рыженький от хорошо чтобы было заметно что из себя представляет иголка с ниткой кто-то прям хорошо молодцы большие молодцы значит тряпочки тряпочка тента тряпочка внутрянка это дно видимо внутрянка внутрянка очень похожа на алексиковская но алексики поплотнее как мне кажется и самоклей смотрите самоклей тента самоклеить на самоклея внутрянки нету но в общем-то это редко когда и надо это крутяк хороший правильный ремнобор и считаю и также есть сегмент дуги дуга 11 по моему значит девять с половиной внутренняя 11 миллиметровые дуги но все-таки наверно пожалуй избыточно они нужны не очень часто есть любители до сих пор чтобы нет но здесь я уже сразу вижу тоненько относительно тоже алексики в общем то так и есть она не сильно отличается от материала кстати классический мешок на фурнитуре алексики была завязка завязки живучий фурнитура чуть-чуть удобней какаем случае той другой можно пороть и ничего особенного не будет смотрим что есть комплекте дуги ощущениям они не особо отличаются от алексики шнур тоже толстый тоже хороший концевик тут не ввенчивается концевик за счет натяжения стоит это теоретически может представлять проблему если на привоз поломается в алексики вообще все и лопнет вообще все вы все на можете собрать без проблем ничего не будет падать здесь она будет вываливаться чуть-чуть похитрее нужно плюс вот какой-то кусок алюминия завода остался уже отвалился это это лишнее значит сегменты здесь как будто вы покороче кстати чем алексики раз это у нас дуга для тамбуров тут два тамбура решены с помощью именно внешней дуги то есть тут не будет проблем с натяжением тамбур это точно совершенно а сказать что другому такая палатка есть в общем-то я уже увидел на сам ставить еще ни разу не стал установки бывают нюансы оптимизации которые могут быть не очевидны с первого раза до мешочек для колышков имеет отдельное отделение о и колышки здесь лежат без дополнительных чехольчиков славы яйцам это хорошо коли тут у сплава хорошие да они тоже гнулся да не тоже мутся но они легкие они маленькие они плотно сидят нужно их конечно же не рукой все-таки ногой втыкать и есть за что их в общем-то вытыкать колья я считаю зачет отдельно положу ничего дополнительного нет здесь дно с подворотом дополнительное усиление колышки классно так палатка имеет внутренний тент поэтому сейчас быстренько осмотрим стропы фурнитура был так нормально все сделано ни к чему особо сейчас придраться не могу молнии ездят чуть-чуть потяжелее чем у алексики но пришиты также добротно целом в целом все первый взгляд нормально но более тонкая то не значит что она гарантированно быстрее пробьется она просто более тонкая немножко более мягко этому red fox и было кстати такое но начало пробиваться через пару лет хотя палатка вроде как горная горная изнутри цвет желтый более яичный слава вот такое но все лично серенькая уже видно что палатка шире чем алексика но это же покороче ладно теперь тент конечно перспективе нормальные люди будут ставить это вместе сразу первый раз нужно ручками установить разбираемся тут у нас люверс и тут люверс и там крышу давай мы уберем пока решение с крыши это интересное решение конечно для улучшения вентиляции звезды понаблюдать может быть через щелки так потом не было ощущение что тут карманы для установки палок они запечатаны с одной стороны я не ошибся да вот она запечатана так делала алексика раньше на некоторых моделях так фауда делает на некоторых моделях почему так не делают все мне непонятно потому что установка упрощается в общем-то значительно то есть мы берем дугу и находим любой конец который открыт для установки вот он открыт обозначен свето-возвращающим материалом похоже на серебрянку на краску дошли до конца и пока откладываем втыкаем вторую дугу так здесь перемычка не очень широкая приходится чуть-чуть руками проследить дальше все идет нормально дуги друг относительно другу никак не помечены что они должны быть идентичны дальше находим куда мы будем втыкаться это в данном случае также люверс у нас есть петелька вот обшивочная стропа очень похоже на алексиковскую хорошая плотника в данном случае служит для соединения частей палатки при дании дополнительной жесткости скажем так поехали так а вот тут произошел фейл я сейчас обнаружил то что с одной стороны другие нет концевика поэтому или читайте инструкцию повнимательней или смотрите как другие люди ошибаются заранее то есть вот с этой стороны у нас заглушка мне казалось то что алексика просто делала карман но там другая система крепления там не концевики были там полная внутри 11 миллиметровая дуга надевалась на люверс в общем то не было риска что на что-то продерет своей полостью окей вторая попытка интересно смотрите есть отверстие что правильно сюда будет продеть дугу и и потом зафиксировать так красиво получается из другой стороны кстати совершил тот же самый фейл сейчас будет немножко сложнее продеть конечно но мы справимся в таких случаях нужно руками придержать вторую дугу продолжить надевание сетка тут достаточно мягкая дуга из сетки для уменьшения сопротивления ветру местами петли что все это не болтыхалась в общем конструкция обычная классическая нормальная все хорошо и может быть я на нет оттуда вроде составил вот тут теперь есть уже нюанс азбуга упорно не хочет продеваться мы хорошо поможем вот так чтобы разбираться в чем причина так вроде бы так все да или мы где-то ошиблись дуги одинаковые на дугах ничего не написано нигде а тут не до конца все встала ручками поправил а здесь все встал до конца так с ну хорошо давай поставим третью дугу я думаю так будет проще наверно я предположу что видимо она проходит изнутри вот сюда должна по идее звуки проходить очень толстые оттяжки стропы прям непривычные непонятно зачем такие толстые ну и может быть кстати я не прав она подозрительно натягивается ничего не написано просто установить и дугу то что вот сборе у нас получилось такое давай наверное что сейчас отдельному что подтягиваем колебаться там внутри буду мне это не нравится это не имеет отношения никакой сборки это это на разовую операцию рубей собранном виде тент выглядит вот так вот на его установку потребовалось раз два три четыре пять шесть колышков на тент семь восемь девять десять на основные точки оттяжки юбки сверху есть вентиляция можно хорошо наблюдать также можно подвернуть подворота здесь чуть менее удобно лексиковских маленькой петля могла бы быть побольше зато длинная оттяжка но может быть это на любителя дополнительно этот кармашек как мне кажется для собирания всяких гадов ползучих чтобы они к нам туда наверх не заползали оттяжки из оксфорда решит ему просто пришиты приклеена в общем-то нормально но никаких таких супер-купер-дрюпер штук я здесь не вижу значит вот не сюда подойдешь будет видно во первых муравейник поэтому будем быстро снимать во вторых вот эти стропы обшивочные здесь используются для фиксации палатки по точкам чтобы она имела форму то есть нельзя никакую сторону относительно другой перетянуть в таком виде палатку можно ставить использовать принципе как тент тут длина и объем достаточно чтобы трем или даже может быть четырем людям сразу переспать в принципе даже достаточно комфортно если забыть про про муравьев и растянуть юбочку полностью и закрыться она закрывается внутри вообще без проблем я бы сказал что даже в некоторых условиях можно прям так и ходить без внутри к то есть от дождя от влаги от сырости вас это в целом защитит вес это облегчит и объем изнутри достаточно чтобы сидеть спокойно и с комфортом то есть такой аналог тента сейчас будет магия мы изнутри все подвесим и продолжим же эти шанти рф мы все растянули значит крепление по изнутри по краям на фастексов внутренней палатке что быстро но опять же при стандартном использовании не нужно тот же red fox использовал продевание через трехщеревку да это геморрой большой но это минус 4 фастекса которые занимают объем весят и честно говоря редко кому нужны если пока сворачиваю то что можно свернуть что еще замечу хотя снаружи очень толстые стропы для крепления изнутри она закреплена далеко не так ядрена хотя шоп там двойной закрепочный все окей кольца изнутри висят стандартно что на китайских совсем китайских имею до палатках что у red fox просто стропа идет обшивочный к ней про соединение тряпочки вот она вот тут подшиты изнутри будет дополнительная петля и все это заклеена лентой у меня на red fox и за 7 лет наверное за 8 за 10 уже почти это не отвалилась я не знаю у кого отвалилась но выглядит под натяжением так себе алектика в том смысле сделано лучше но там другой конструкции поэтому сравнить будет несправедливо вот однажды закрепив это уже потом шебуршать все не придется если внутренняя палатка будет растянута не достаточно хорошо вы делаете вот на этой оттяжки просто петлю и обратно вы цепляете она будет натягивать сильнее также можно углом все растянуть но мы оставим как есть характерно что вот тут вот сверху есть тоже . крепления дополнительная и у палатки есть некоторая вертикальность также вход более классический пулеров нету просто веревочки открывается как я уже сказал тяжелее чем алексика но в принципе адекватно про внутреннюю часть на рассказать больше нечего никаких усилений из этого оксфорда или там кордуры ничего все просто шито адекватно но без без выкрутаса собственно сюда и уменьшенный вес в том числе заползаем тяпки тяпки убрали начнем того что откроем посмотрим как здесь открывается так сечка хуже алексики но лучше откровенного китая то есть просто обычная нормальная сетка такая же на москитках сплавовских собственно если вы их трогали то понимаете о чем я в принципе вход меньше чем у алексики опять же сравнивать с ней потому что я смотрел и на глейсер именно трешку чтобы спать низкосок в принципе он сделан проще карман есть но он сверху не такое интересное решение но она в общем то работает применяется практически везде собирается он так вот немножко некрасиво снизу остается пространство футу нам не мешает рябочка дна да конечно облегченная тоньше легче карманы сзади пошли раз два три четыре нет угловых карманов крутых упрощение конструкции так проще дешевле а количество кармана в принципе неплохое сверху есть подвес штеугольный интересно что сюда можно что-то под любишь еще дополнительно цепануть крючочком да тот же не знаю не сесер например ну опять же в алексики здесь меньше объем получается но нравится мне чуть чуть больше потому что не мешает достаточно высоко стоит но честно говоря я больше снял так дальше у нас есть доступ выбраться на улицу можно открыть давайте снимем карман я вообще не стал бы использовать опять же в условиях горного похода где ты стоишь на месте акклиматизируешь такой карман это благ там хорошо хранить очки перчатки шапки они точно не треснули и все время лежали на одном месте есть еще дополнительные петельки для подвеса обратите внимание изнутри просто все обшито практически везде тем же самым материалом под натяжением некоторые части находятся но не таким сильным как у алексики то есть да все хорошо но конструкция объективно наверно упрощенная так значит вот эту штуку можно вот так подвернуть через петлю как раз опа и получить очень прикольный вид на небо плюс мне прям всегда такие решения нравится потому что конечно не знаю кто как я хожу в поход чтобы наблюдать красоту чем больше наблюдаете в общем то поход мне кажется более успешным вот так у нас получается дополнительная вентиляция с двух сторон нас продувает тампура достаточно большие чтобы обеспечить тень и продувает немножко сверху круто но это еще не все можно здесь открыть и в таком случае у нас прямой приток воздуха начинается плюс здесь наружу помните говорил есть дополнительная полочка чтобы под нее заползали всякие гады поток нам залетать конечно будут того заползать наверно не будут плюс опять же какой-то мусор можно сюда под тамбру выкидывать и потом его доставать то есть ну ничего неплохо сверху есть крышка все это можно закрыть крепится на обычных ну сейчас не знаю где она там валяется валяется ладно сейчас выпал зим покажем в общем крепится на колечках можно немножко подтягивать значит так теперь по длине как я говорил палатка типа трешка но на самом деле она не сильно больше алексики душки изнутри самый главный для меня вопрос длина как видите вопрос по длине остается открытым то есть и ногами трусь и башкой трусь и над глазами меня палатки это не лечится никаким оттягиванием утягиванием то есть если как-то даже гипотетически совсем совсем вон сильно сильно растянуть вот это она так не оттянется ребят это гипотетически опять же какими-то палками дополнительными то тогда еще может быть то все равно потолок над башкой тогда как в алексике я лежал вот примерно с таким ощущением простора и комфорта с другой стороны если вы человек немножко поменьше будете лежать соответственно пониже отсюда открывается очень крутой вид на листики через сеточку то есть это приятно для людей ростом не 190 наверное здесь изнутри будет прям прям хорошо и приятно ну то есть целое ощущение в целом ощущение конечно сплав проще чем алексикой никаких вопросов нет даже говорить не о чем сделано это лучше чем китайский китай где-то заметно где-то не очень заметно геометрия конструкция в целом конечно лучше чем у китайского китая там колышки лучше например треугольные это все понятно колышков потребовался уже говорил 10 штук на алексике по моему достаточно 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ну тоже 8 10 здесь нужно в принципе 66 10 там 2 10 или 4 10 ну смотри как считать в принципе сравнимое количество так ладно да выползем на улицу и покажем закрывашку на крыше так сделано из основного материала вот такое крепление с микрофурнитурой чтобы можно было все это проще нацепить или отцепить вот крепится соответственно совершенно примитившим образом ставил и натянул настолько насколько тебе нужно то есть выводы палатка симпатичная она прикольного цвета она при небольшой подготовке достаточно легко будет ставится благодаря карманом одним человеком прям вообще без вопроса если он знает что он делает его можно использовать как отдельный внешний тент тогда мы не знаю минус может быть килограмм грамм 700 точно если убрать лишние коли убрать лишние мешочки убрать упаковку ну точно минус кило можно сделать это тент на четверых наверно будет уже то есть тогда разрисовка прям хорошие нормальные неплохие тряпочки нормально все это переживает непогоду одно конечно тонковато но извините всякие декатлоны делают вообще клеенку терпаулинг который любой мороз гвоздик веточкой до свидания ты призна остался у вышибла крутая вентиляция сверху достаточно карманов изнутри но сделано все не так круто как у тех же алексик но цена то есть это я не помню сколько точно больше 10 меньше 15 по моему что-то мне так кажется что он порядка 12 или 14 сейчас стоит что в принципе адекватная цена на текущий момент маверинг 2 плюс который хоть и двушка по изнутри по тупо габаритом практически такой же по комфорту на 2 точно лучше на 3 смотря какие 3 если 3 длинные узкие то он тоже трешкой может считаться а это не может считаться трешкой если вы длинны потому что третесь башку просто вообще если вы не длинны туда соответственно эта трешка тогда вот маврик стоит по моему что-то порядка 18 но опять же у нас бывают скидки и всякое такое прочее разное то есть выбирая между двумя я все-таки для себя оставляю маврикс да он немножко тяжелее да он в чем-то может быть чуть-чуть кандове сделано блин он сделал лучше он обшит лучше он в принципе комфортнее изнутри для условий гор как мне говорят люди что в горах палатки долго не живут на самом деле в настоящих горных походах вот это все-таки выиграет за счет внешнего каркаса то есть внешний каркас позволит нам держать дует ветер вот у нас он держат и тряпка относительно внутренней палатки не лозит когда у нас как раз внутренне соответственно внешняя тряпка как говорят проминается и лозит но опять же есть точки зрения других горняков которые говорят не обучен палатку нужно иногда сушить и с внешним каркасом сделать невозможно так что точки зрения расходятся целом палатка мне нравится из того что мы смотрели она одна из лучших вот пятерку все еще не ставлю пятерку зарезервирована для какого-то виртуального мср с усиленными материалами длиной 230 которого в природе к сожалению не существует даже версия для велосипеда она немножко не такая то что четверка до пятерка все еще никому